Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в Одинцовской центральной районной больнице и поговорим с Ольгой Александровной Мясикевичей, главным врачом. Здравствуйте, Ольга Александровна! Здравствуйте! Рада вас видеть. Долгожданное интервью. Ольга Александровна, многое за это время сделано. Делитесь скорее. Но хотелось бы сегодня, конечно же, в первую очередь уделить внимание Одинцовскому родильному дому. Он по праву считается одним из лучших в Подмосковье. И действительно, те нововведения, которые совсем недавно в нем появились, они заслуживают восхищения. Огромного-огромного спасибо от всех будущих мамочек нашего района. Наш родильный дом действительно входит в первую тройку лучших родильных домов в Московской области. Мы стараемся удерживать эти достижения, этот пьедестал. Но, безусловно, мы не стоим на месте и пытаемся развиваться и далее для того, чтобы нашим дорогим, милым женщинам, будущим мамам, оказывать все виды услуг, которые возможно сделать в стенах этого подразделения и нашего родильного дома. Мы сейчас регулярно проводим экскурсию по родильному дому. Потому что раньше, ну, если мы вернемся назад, на лет 10, 15, 20, это было совершенно недостижимо и непостижимо. Потому что только окошко, только стена, папа внизу, мама наверху с ребенком в окне. Такой был контакт. Сейчас мы хотим показать наше учреждение изнутри. Мы имеем для этого все возможности. И, конечно, каждый пациент, он должен видеть, куда он идет, в какое учреждение, в чьи руки он должен видеть. И докторов он должен с нами общаться и довериться. Потому что самое главное, я это говорила, говорю, буду говорить, что самое главное, связь между врачом и пациентом, это, конечно, доверие взаимное. Когда ты сходишься и в коммуникационной системе, да, общение, когда ты доверяешь рукам, мозгу врача, тогда, безусловно, будет хороший результат и достойный результат. Тот, который ждет и врач, и родители. Мы делаем экскурсии, проводим эти экскурсии, показываем наши предразделения, проводится диалог, такой, как брейн-ринг, врач и пациент, отвечаем на все вопросы. И, в общем-то, заводим даже в сердце родильного дома. Это и родблок, это и оперблок. Показываем все, что есть, где они будут находиться, если они выберут наше учреждение. Безусловно, в чем развитие? Понятно, что классическое акушерство, его изменить невозможно. Оно есть, было и будет. Есть какие-то хирургические манипуляции, новые научные достижения. Это все само собой разумеется. Наша задача – предложить нашим мамам и папам то пребывание, которое возможно сделать в родильном доме совместно при рождении ребенка. Всегда была востребована услуга присутствия папы на родах. Это самый, наверное, трогательный момент. Даже не так, как мама реагирует на рождение ребенка, а так, как реагируют папы. Поэтому мы долго к этому стремились. И сейчас мы смогли себе позволить открыть на первом этаже нашего родильного дома, там, где у нас был родблок, три индивидуальных родильных зала для совместных родов. Чтобы папа присутствовал, мама рожает, и рождение ребенка, чтобы было совместно. Разделенное на двоих – это счастье, это радость. Эта услуга не платная, она бесплатная по системе ОМС для жителей Одинцовского района и города Одинцова. То есть, как бы, вот мы старались это сделать, мы это сделали. Поэтому я активно призываю наши пары для того, чтобы они приходили к нам, смотрели и приходили к нам рожать совместный народ. Для этого нужно будет папе обследоваться. Это флюорография, анализы. Те, которые в стандарте, они у нас есть. На сайте можно их посмотреть. Придя на экскурсию, на день открытых дверей, это все скажут. И спокойно двоим поступать на эти роды. Двоем поступать на эти роды. Это действительно будет. То есть, приемным отделением уже будут принимать не только мамочку, но и отца. Да, у него будут проверять документы, если они у него. То, что касается обследования. Соответственно, он переодевается, получает бумажную одежду, либо это будет предложено хирургический костюм, либо домашняя одежда. И они проходят, и совместно этот период переживают вместе. Я считаю, что это доступная помощь. Ее практически сейчас пока нет нигде. Я думаю, что мы первые, кто это делает в Московской области. Но это наше решение. Я думаю, что мы на правильном пути. Есть возможность, значит, должно быть предложение. Безусловно, у нас есть и платные услуги. Их никто не отменял. Но это другая история. Это программный продукт по внебюджетным доходам и так далее. В этой программе мы уже давно работаем. Это другая история. Здесь именно система ОМС. И жители нашего района имеют на это право. Помимо этого мы ввели еще одну услугу. Потому что тоже как бы логистику проводим. Мы понимаем, да, рождение ребенка, оно настолько ожидаемо, 9 месяцев, что папа и мама забывают на какой-то период, что дети плачут, что они беспокоятся. И не всегда счастье, оно сопряжено с покоем каким-то. Да, все-таки это уже начинается беспокойное время, тревожное. Любовь, она захлестывает к ребенку. И мы переживаем, волнуемся. Это нормальное состояние. Но с процессом жизни мы все-таки адаптируемся к нашим детям. И мы уже становимся более грамотными, более подкованными родителями. А, конечно, первые две недели от рождения и до двух недель – это стрессовая ситуация для всей семьи. Потому что очень много вопросов, не всегда есть ответы и не всегда интернет, который был простудирован весь за 9 месяцев, да, он совпадает с реальными какими-то моментами. Всегда нужен все-таки контакт врач и пациенты. Поэтому в придачу, да, мы отдаем еще подарочный сертификат. Это условность, конечно, да, но тем не менее мы хотим эту услугу оказывать. Тоже бесплатная услуга для того, чтобы когда у родителей новорожденного ребеночка появляются какие-то вопросы, они могли прийти в родильный дом к специалистам. Акушеру-гинекологу, неонатологу, специалисту по грудному скармливанию и психологу обратиться с какими-то своими тревогами, проблемами и так далее. С 8 утра до 8 вечера ежедневно в любое время удобно для них их проконсультирует один из этих специалистов по их требованиям в течение двух недель после родов. Это не значит, что у них не будет патронажа поликлиники. Безусловно, будет патронаж из поликлиники. Безусловно, поликлиника будет выполнять все те обязанности, которые они должны делать. Но мы еще даем вот этот бонус для контакта и для рассеивания своих тревог. Мы, безусловно, для оказания медицинской помощи, которая может быть необходима ребенку. Или консультативный прием для родителей. Но более того, все те 5 или 7 или 3 дня, пока мама с малышом находятся в Одинцовском родильном доме, с ними в постоянном режиме ведут и помощь оказывают, и беседы проводят неонатологи, и педиатр приходит. То есть это целая огромная работа. Безусловно, за это количество времени, если мы, конечно, хотим, чтобы все роды были легкими, чтобы они были без осложнений, поэтому если у мамочки все благополучно прошло, ее индекс здоровья соответствовал тому, чтобы роды перенести без проблем, это такой вот курс молодого бойца в ускоренном режиме. Но сотрудники родильного дома, они открыты к диалогу, и всегда мы стараемся, чтобы обход был неформальным. В крайнем случае, я как главный врач всегда требую это от специалистов данного подразделения, чтобы обходы не были формальные. Как я смеюсь и говорю, врач должен зайти целиком в палату вместе с ногами, находиться в палате 20 минут и ответить на все вопросы пациентов. И шутя говорю, что не должна зайти в палату только половина врача, а вторая половина уже бежит в операционную. Обход должен проводиться планомерно, терпеливо, грамотно. Нужно ответить на все вопросы. Если пациент молчит, либо он стесняется, либо какие-то еще существуют проблемы, пациент должен спрашивать, тогда он получает максимальный ответ и уже будет более сбалансировано в таком состоянии находиться в учреждении. В родильном доме огромное внимание уделяется пропаганде грудного вскармливания малышей. Есть у вас специалисты по грудному вскармливанию. Расскажите об этой работе. Это действительно очень актуально и очень важно. Не всегда все женщины понимают до конца важность этого момента. Да, кстати, именно кормление грудью и в первые несколько суток вызывает жуткий стресс у пациенток, потому что тоже существуют анатомические особенности молочной железы, и не всегда все проходит гладко. Часто бывает такое состояние, как лактостаз. Я не могу назвать его осложнением. Это не осложнение, не заболевание, это физиологическая особенность данного процесса кормления. Лактостаз. Да, это некомфортно, это болезненно, это вызывает у женщины смятение. Сметение, панику и определенный, конечно, дискомфорт. Именно в эти моменты пациентка не должна оставаться наедине с собой. Она должна привлечь специалиста, медицинских работников и акушерку, медсестру, специалиста по грудному вскармливанию, доктора, любого. Потому что все сотрудники в роддоме, они знают и тактику, и методику, и профилактику, и лечение данных процессов, потому что вызывает действительно панику, правда. И когда эта ситуация не разрешается, то тогда уже могут, конечно, начинаться осложнения. Поэтому лактация – один из сложных моментов в период после рода. Это практически сохранить ее в ряде случаев будет невозможно. Конечно, конечно. Ваших специалистов. Да, безусловно. Поэтому двери наши открыты. И именно, как правило, проблемы начинаются еще и после выписки. Вроде бы в роддоме все хорошо, все понятно, все нормально, потому что они находятся в режиме онлайн с медицинскими работниками. И когда дома остаются наедине сами с собой, особенно девочки, которые рожают первый раз, первородящие, наши женщины, наши мамочки, безусловно, они могут быть в какой-то панике, им могут быть какое-то непонимание, им нужно показать, пояснить. Поэтому именно в этот период они могут приехать и получить все ответы на вопросы и даже работу. У нас прекрасное отделение физиотерапии, мы работаем по молочной железе в послеродовом периоде как раз в этом направлении. А грудное скромение в роддельном доме уже очень давно, около 20 лет. Кстати, мы были, наш роддельный дом самый первый был в пилоте. В таком пилоте был в свое время, и мы очень так быстро подхватили всю эту тему и удерживаем его до сих пор, и у нас это все в приоритете. В Одинцовском роддельном доме роды есть не только обычные, но есть и необычные. Есть вертикальные роды. Вот расскажите об этом направлении. И на одном из неоткрытых дверей мы тоже присутствовали, разговаривали с мамочками, которые выбрали именно этот вид родов. И они рассказали, почему они это сделали. Хотелось бы от вас, как от специалиста, услышать, почему вы решили вести это направление, и почему, на ваш взгляд, оно становится все более популярным и востребованным. И женщины выбирают именно такой процесс родов. Мы ведь тоже проводим какую-то аналитику, логистику, и мы очень анализируем вопросы пациентов. Например, для меня всегда было важно, когда я читаю какие-то комментарии, я не сторонник соцсетей, крайне редко куда-то захожу, но я могу так нырнуть в отзывы. И одна женщина написала, что меня привязали, я вообще не поднималась в все роды, а я хотела ходить. Так, на самом деле привязали, потому что привязать невозможно физически, то есть она имела в виду мониторирование родовой деятельности и КТГ, это сердцебиение плода. Возможно, еще и федеральная анестезия была, но с ней вообще ходить нельзя. Но я, естественно, сразу как руководитель водная. Нужно с пациенткой беседовать, как она хочет рожать, как она представляет. Ну, конечно, мы говорим это о тех родах и течениях беременности, когда протекает все достаточно физиологично, спокойно, без каких-либо осложнений, и мы не ожидаем каких-либо подводных камней. У нас для этого абсолютно и все. Это и роды с мечом, это и роды в воде, потому что многие женщины хотели рожать в воде при диалоге. Я имею в виду многие не с общего количества, 5000 родов, а многие, которые приходили на беседу. А у вас возможны роды в воде? Да, мы можем сказать, что да, возможно. Роды в воде, это возможно сейчас. Я не скажу, что роды в воде я сторонница этого процесса, но, тем не менее, мы стараемся оказать женщине данный вид услуги, потому что он востребован. И, конечно, вертикальные роды. Вертикальные роды мы сейчас широко применяем, их, наверное, больше 50% уже сейчас. Это более естественный процесс, женщинам это нравится, у них проще проходит второй период потужной, но это тоже мастерство со стороны медицинских работников, мы этим владеем. То есть, проведя вот такой логистический блок аналитический, мы придерживаемся политики, если есть спрос, должно быть предложение. Мы это освоили, поэтому, в общем-то, невозможности в этих вопросах у нас уже не существует. Ну, то есть, самое интересное, что на вертикальные роды идут именно те мамочки, которые, как правило, или второго, или третьего ребенка рожают, и они говорят, только так, только так. То есть, был первый опыт, и они сравнили, и вот это, конечно, здорово. Мне приятно как руководителю, когда я знаю, что это проходит. Мне очень приятно, что легко работать в этом аспекте с сотрудниками родильного дома, потому что коллектив слаженный, коллектив сплоченный, они движутся и развиваются в направлении только вперед. Это всегда очень приятно смотреть со стороны, потому что я как бы немножко уже ушла из родильного дома, и страдаю, безусловно, страдаю и скучаю, но со стороны мне смотреть очень приятно. Тяное введение, которое проводится, и руководитель, который сейчас в роддоме, Алексей Владимирович Горшилин, он подхватывает всю идеологию, которая есть у главного врача больницы, и все это внедряется очень быстро. В таком ключе легко работать, безусловно. И я думаю, что мамы наши будут довольны. Мне было очень трогательно на последнем дне открытых дверей, потому что было очень большое количество и семейных пар, и мамочек. Это было, на самом деле, очень трогательно, потому что пришли и посмотрели. А нам было что показать. Поэтому это тоже очень... Какие впечатления у вас, Ольга Александровна, остались после общения с мамочками? Вы, ну, давайте говорить честно, не частый гость, конечно же, на дне открытых дверей в Одинцовском родильном доме, но такой долгожданный, потому что большая часть, конечно же, гостей пришло именно потому, что была назначена встреча с главным врачом, с вами. Для меня очень трогательны такие встречи, потому что я очень любила работать врачом, акушером, гинекологом. Я пошла туда не случайно, я пришла туда, все-таки, я думаю, с призванием к этой профессии. И я была счастлива в этой профессии. Приятно то, что в этой профессии есть продукт. Ребенок – это самое большое счастье. И для меня, как для врача, именно это имело ключевой момент. Наверное, я не смогла бы стать хирургом, гнойным хирургом, травматологом. Наверное, это была бы история не обо мне. И сердечным бы доктором я тоже не стала. А вот такой хирург-гинеколог все-таки, наверное, из-за детей. Потому что ты первый берешь его в руки, ты первый его видишь. И поэтому было приятно находиться при присутствии такого большого количества беременных мам, потому что многие из них были не первый раз в роддоме. Многие говорили, Ольга Александровна, вы помните? Да, 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 это очень приятно. А у девочки уже лет 10. Да, девочки лет 10. И очень приятно, что из них рожали уже и придут к нам за третьим ребенком. Ведь это и есть самое основное знак качества работы учреждения. Когда пациентка приходит не единожды в учреждение, да, ведь бывают разные ситуации. Пришла один раз, ушла в другое место. Для меня всегда это было болезненным вопросом, почему, а что произошло, как все случилось, почему. И поэтому очень важно, когда такое количество наших будущих мам пришло, или уже мам, которые есть, они первого ребенка рожают, и они помнят, они пришли, и они наши постоянные пациенты, потому что они довольны работой учреждения. Для нас это определенный знак качества. Спасибо, Ольга Александровна. Будем следить за дальнейшим развитием Одинцовского родильного дома и, конечно, рассказывать нашим телезрителям о всех тех нововведениях, которые там появляются. Спасибо вам. Спасибо. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова